Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Алексей Комзиков и сегодня я возьму интервью у дельтапланириста у человека, который имеет свой собственный мото-дельтаплан и который практически с детства влюблен в авиацию Итак, Дмитрий, что вы можете рассказать про дельтапланиризм и про ваше увлечение авиацией? Ну, если быть точным, этот аппарат называется мото-дельтаплан или дельталет Самолет, дельталет Совершенно верно То есть он заправляет топливо масло и с любой открытой площадки то бишь поле, дорога можно взлететь Дельтаплан это в восходящих потоках либо в динамических То есть либо лебедка, либо прыжок с горы То есть он как планер? Да, дельтаплан как планер, это как как самолет, совершенно верно А вот скажите мощный ли двигатель, вот примерно сколько лошадиных сил? Примерно, а могу точно сказать 64 и 4,5 Ага То есть этого достаточно вполне, чтобы двоих человек поднять в воздух? Запросто Да А вот скажите, сколько лет вы летаете на мото-дельтапланет? Более 20 лет Более 20 лет То есть я правильно сказал, это мечта с детства Ну да, да, именно так Скажем так, летаю, занимаюсь этим видом лет с 18 А на чем вы начинали летать? Ваш первый летательный аппарат? Первый, так сказать, опыт? Самый первый опыт это дельтаплан, то бишь безмоторный Пареньки У нас была и есть, существует секция в Нижнем Новгороде Вот, ребята выходят в зависимости от ветра на разные горы И в динамических потоках летают А вот еще вот, Дмитрий, расскажите А нужно какое-то удостоверение пилота или что-то для того, чтобы управлять таким вот этим аппаратом? Обязательно, обязательно Необходимо в любительских целях, если производятся полеты, летная книжка То есть летная книжка обязательно? Обязательно, обязательно В летной книжке указывается налет, указывается квалификация, указываются допуска на разные виды, скажем так, полетов Разведка погоды, облет техники, маршрутные полеты Ну и, естественно, самый первый вылет самостоятельный, так называется Допущен, да, до самостоятельного вольта Ага А вот скажите, его дорого содержать? Вот как? Как иномарка, как жигули, вот если сделать некоторые сравнения Как иномарка Дорогая иномарка То есть достаточно дорогая Достаточно дорогое удовольствие Ага А вот скажите, что вы испытываете во время полета? Почему вы снова и снова хотите летать? Вот расскажите о своих впечатлениях Ну, скажем так, выброс адреналина Ну, это как наркотик в хорошем смысле слова Вот То есть кто-то добирает там, я не знаю, колется, да? Гукурит, да? Понятно, да? Вот А мы добираем это хорошим адреналином Вот, так же и прыжки, так же полеты на любой, на любом летательном аппарате Совершенно верно Так что вот, поэтому мы постоянно в теме Ага А вот скажите, вы куда-нибудь ездите там на какие-то мероприятия, слеты дельтапланиристов? Есть такое? Да, есть, они существуют, они проводятся ежегодно, значит, начиная с чемпионата России Вот, и разных слетов по тематике, например, паралеты, дельтолеты, легкомоторные самолеты То есть их много в течение сезона, зимнего, летнего сезона, очень много и слетов, и зима А зимой вы не ставите ниже? Сейчас пока нет, но вообще культивировали этот лекс, скажем так, полеты зимой, на лыжах Да, да, ну сейчас, скажем так, пока нет, не готовы Понятно И еще вот, я хочу задать такой вопрос Вот смотрите, вот некоторые девушки очень любят небо Небо, романтику, но тем не менее, все равно боятся летать А вот как ваша супруга относится к тому, что вы летаете? Очень хорошо Она летает с вами? Да, она летающая Со мной, скажем, она бывшая дельтапланиристка Начинала на обычных парителях И, в общем-то, на моторном тоже проводила И, скорее всего, вы там познакомились? Да, совершенно верно Вот когда парителем мы занимались, там мы познакомились Романтика Вот, в общем, вот таким образом Ну, на дельталете, конечно, больше я Это, в семье имеется в виду Супруга, а меньше Ага, понятно Катается, катается А вот дети, как вот на это смотрят? Они этим увлекаются, восхищаются? Или у них какие-то другие? Очень положительно Единственное, стараюсь, если приходят покататься Катать детей не моложе семьи лет Потому что опасно Да, ну, во-первых, опасно Во-вторых, может молодой организм еще не подготовленный Перегрузка там и так далее Испугаются на всю жизнь Поэтому лучше, более зрелым Ну да, лучше пристартоваться И по традиции Вот я вам всем беру интервью И по традиции Последнее слово Я оставляю за человеком У кого беру интервью Вот что хотите, вот можете сказать Видеокамеру Какие-то пожелания Какие-то, может, рекомендации Что-то о себе рассказать Ну, ваше слово Все, кто летает Хочу пожелать им Чтобы количество взлетов Совпадалось с количеством посетов Вот это основное Спасибо большое, Дмитрий Спасибо, спасибо С вами был Алексей Хомсиков И если вам понравилось данное интервью Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал И пишите в комментариях Что вы еще хотите узнать До новых встреч